Здравствуйте! Сегодня 22 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Католическое Рождество и приближающийся конец года не располагают к активной торговле на валютном рынке, заставляя инвесторов воздерживаться от решительных действий. Большинство участников рынка уже на рождественских каникулах, вследствие чего объемы торгов на рынке крайне незначительны и торговля носит диапазонный характер. Попытки роста евро встречают отпор со стороны продавцов, причем активность и продавцов, и покупателей выглядит очень умеренной. Кажется, что сил нет уже ни у тех, ни у других. Вчера на азиатских торгах евро вырос против доллара США после того, как вице-премьер Китая пообещал Евросоюзу помочь конкретными действиями справиться с долговыми проблемами. Оптимизм, возникший у инвесторов по этому поводу, позволил паре евро-доллар подняться до уровня 1.32. Однако последующее сообщение о том, что рейтинга агентства Moody's поместилась на пересмотр с целью возможного понижения кредитный рейтинг Португалии, остановило подъем пары и вызвало активные продажи единой валюты. Курс евро вновь откатился назад, передвинув предыдущий минимум на новую отметку 1.3073, вблизи которой пара и завершила свой торговый день. На торгах в среду предполагаем новую попытку единой европейской валюты начать восходящую коррекцию от предыдущего снижения и подняться к целевым уровням 1.3150, 1.32, 1.3233 и 1.3280. Продолжаем также держать под контролем ценовой уровень 1.3073. Пробой и закрепление цены ниже него приведет к дальнейшему снижению пары в направлении 1.2970. На вчерашних торгах пара фунт-доллар попыталась продолжить подъем, но активные продажи фунта на уровне 1.5567 вновь остановили покупателей. Продавцы британской валюты держат здесь жесткую оборону второй день подряд, отбрасывая пару от ее попыток восстановиться. Впрочем, у фунта и не могло быть других вариантов, после того, как отчет по состоянию госбюджета Великобритании оказался хуже прогнозов и продемонстрировал рекордно высокие значения заимствований. Рекордно вырос также и текущий дефицит бюджета. В итоге британский фунт ослаб, и курс валюты снизился до минимального уровня дня на отметке 1.5435. В нашем прогнозе на среду предполагаем коррекцию пары к предыдущему снижению и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.5508, 1.5544, 1.5575 и 1.5637. Сигналом для изменения прогноза и возобновления снижения пары станет пробой и закрепление курса валюты ниже минимума вчерашнего дня 1.5435. В экономическом календаре среды Япония опубликует итоговое сальдо баланса внешней торговли, а также динамику экспорта и импорта за ноябрь месяц. Центральным событием дня станет публикация в Великобритании и в США окончательных данных по приросту ВВП за третий квартал. Кроме этого, в Великобритании выйдут квартальные итоги платежного баланса, а также будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике. США сегодня представит целый блок показателей. Среди них данные по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, индекс ипотечного кредитования за декабрь, квартальная динамика личных потребительских расходов, а также данные по запасам бензина и сырой нефти от Министерства энергетики. Более подробную информацию о движении валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Форекс.